В этом выпуске речь пойдет о секретных похоронах Евгения Пригожина и об отмене гастролей театра «Ленком» в Израиле. Вопрос, где и когда состоятся похороны основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, долго оставался без ответа. Предполагалось, что это произойдет в среду 30 августа, но точной даты не называл никто. Накануне у нескольких петербургских кладбищ дежурили полицейские наряды и паслись журналисты, в надежде первыми узнать о похоронах. Вечером 29 августа стало известно, что Пригожина похоронили в тот же день на Пороховском кладбище, в закрытом режиме, без почетных гостей и прессы. О том, как это было, в ироническом ключе рассказывает на своем канале публицист Александр Невзоров. Испугавшись той мощной патриотической манифестации, которая могла бы нарушить покой Питера во время похорон Пригожина, Путин с утра начал игру с населением в наперстке и, разумеется, выиграл. В качестве наперстков были бутафорские могилы, фальшивые гробы и катафалки. В качестве горошины, которые надо было обнаружить в одном из этих катафалков и в одном из этих гробов, был труп Пригожина. Гробы и катафалки возникали то на Северном кладбище, то на Белоостровском, то на Серафимовском. Везде стояли оцепления, везде копались какие-то могилы. И патриоты с цветами пресса носились с одного кладбища на другое, заглядывали то в одну могилу, то в другую. И оттуда им показывали фиги, веселые ФСБшники. Типа того, что это не здесь, это не тут. И никто, разумеется, не угадал под крышкой какого гроба и в какой могиле находится повар. Многие комментаторы называют похороны Пригожина спецоперацией и констатируют, что российские власти сделали все для того, чтобы это мероприятие не переросло в публичный протест. Дмитрий Колизев. Траурная спецоперация явно была организована при участии властей, потому что потребовало присутствие полиции и Росгвардии. Впрочем, как пишет Фонтанко, полицейские, похоже, сами не знали, где именно похоронят Пригожина. Но в целом желание скрыть похороны Пригожина от общественности и отсутствие внимания официальных лиц говорит скорее о том, что в Кремле не хотели бы героизации Пригожина и старались избежать превращения его похорон в общественное мероприятие. Путин, с одной стороны, не хочет злить сторонников Пригожина, которые есть и в армии, с другой старается избежать превращения его фигуры в культовую или символическую. Поэтому и государственные телеканалы о похоронах почти ничего не сказали. О том, что Путин на похороны Пригожина не придет, накануне заявил Песков, и это стало поводом для насмешек. Илья Вайтсман. Путин не поехал в ЮАР, Путин не поедет на саммит G20, Путин не поедет на похороны Пригожина, туда не поедет, сюда не поедет. Скажите, пожалуйста, а хоть на собственных похоронах он присутствовать планирует или опять Лаврову пошлет? Александр Рыклин. Путина не будет на похоронах Пригожина, а Пригожин на похороны Путина наверняка придет. Странно было бы ждать от Путина чего-то другого, говорит политолог и историк Василий Жарков на канале «Популярная политика». Ничего удивительного в том, что он не пришел на эти похороны, нет. Вы знаете, ведь есть два человека, имен которых Путин предпочитает не упоминать. Одно это имя Алексея Навального, а другое имя это Евгений Пригожин с некоторых пор. Поэтому довольно странно было бы, если бы при такой «любви» к этому человеку он мог бы явиться на его похорон. Но это тоже, знаете, был бы какой-то запредельный цинизм. Я думаю, что все-таки не стоит того его отношения, бывшие с Пригожиным, чтобы он так себя вел в нынешней ситуации. Поэтому, конечно, это для меня совершенно неудивительно. Наоборот, это совершенно закономерно. Он, так сказать, не хочет присутствовать на похоронах своего врага, своего предателя. Человека, который, да, он его как бы поднял, прикормил, так сказать, раскормил даже, а потом он его предал. Понимаете? Как можно такому человеку, так сказать, провожать в последний путь? Вряд ли. Тем более, что мы с вами понимаем, что 99,9, что то, что случилось с Пригожиным, это, так сказать, результат решения Путина. Характер этих похорон окончательно убедил многих комментаторов в том, что от Пригожины избавились российские власти. Татьяна Становая. Государство полностью устранилось от своего публичного участия, несмотря на положенные Пригожину почести как герою России. Путин в своем комментарии подчеркнуто назвал его бизнесменом, давая понять, что это не государев человек, а человек частных интересов, как и его дело тоже. На мой взгляд, это отчасти косвенно подтверждает наиболее распространенную версию случившегося, понятно какую. И это облегчение для власти. Кроме того, это подтверждает, что никакой национализации Вагнера не будет. Будет дефрагментация и нейтрализация по частям. Похороны Пригожина действительно очень сильно отличались от похорон других героев России, отмечает журналистка Фарида Рустамова в утреннем шоу на канале Александра Плющева. Вот все, что вчера произошло, выглядит как какая-то такая акция какого-то такого... Ну, знаете, давайте перевернем эту страницу, что ли. Вот так как-то у меня такое сложилось впечатление. Действительно, если сравнивать, посмотреть на кадры, которые публиковали разные журналисты с могилы Пригожина, и тот факт, что с ним кажется, по крайней мере, по сообщениям со стороны пригожинских медиа, и то, что говорили сотрудники кладбища, что там была только семья и какие-то еще близкие, знакомые, друзья, всего там 20-30 человек, это достаточно скромная церемония по сравнению с тем, что предписано указом президента, между прочим, для прощания и похорон с героями России. В указе президента от 2007, по-моему, года очень подробно описана процедура, то есть там каждое движение, вплоть до того, что там на каждый орден отдельный человек, отдельная подушечка, а медали должны, значит, на подушечке вместе быть приколы. То есть там очень подробная процедура, очень торжественная, ну, то есть такая полная поддержка государства, да, так все очень траурно, торжественно, собственно, как это было, да, на похоронах Зинчева. И там был Путин, там, и, естественно, за ним, как это всегда бывает, пришла вся, весь российский эстеблишмент, весь правящий класс, там, как, знаете, послание федеральному собранию только на кладбище. А в случае с Пригожиным мы не видели даже каких-то, ну, даже каких-то хотя бы венков от кого-либо, да, с кем он так много лет сотрудничал, дружил, между прочим, да, мы помним, что кто только не фотографировался с Пригожиным. На отсутствие почестей сетуют и в анонимных провагнеровских каналах. Русский аванпост. Читая комментарии в соцсетях под короткими сообщениями о похоронах, видно, люди в бешенстве. Граждане хотели попрощаться с своими героями. Отдать дань памяти героям Пальмиры, Бахмута, Солидара, возложить цветы. Но, видимо, страх от марша справедливости кое у кого до сих пор остался, и они хотят забыть о Пригожине, как о страшном сне. Но не получится. Вопросы, которые задал Евгений Пригожин, теперь в головах многих россиян, и ответов по-прежнему нет. Так героев Российской Федерации не хоронят. Существует протокол похорон героев России. После гибели Пригожина в разных регионах России один за другим возникают стихийные мемориалы в его честь. Это явление анализирует писательница и публицистка Марина Шаповалова. Стихийные мемориалы Пригожину в разных городах России говорят о многом и ни о чем. О личных симпатиях к Пригожину меньше всего, потому что Пригожин теперь и навсегда миф. И деконструировать вот это все можно только как миф. В популярности кувалды, увы, явно читается то боязливое поклонение всякому зверству, которым возвышаются в истории властные садисты. Беспредельная, нечеловеческая жестокость многих завораживает. Свойственно это не только русским, но русским в особенности. С этим не поспоришь. У русских издавна великий царь, грозный царь. И непременно, чтобы кишки выпускал и головы дробил. Деликатного Николая II при этом презирают даже приличные люди. Именно что за мягкотелость и нерешительность. Второе, что явно проглядывает в таком почитании новоприставленного убиенного, пресловутое «Сталина на вас нет». Тут, кроме того же поклонения жестокости, первична жажда справедливости, карающей справедливости. Третье, и единственное обнадеживающее, это тоже способ манифестации протеста существующему порядку. Все другие способы сегодня более опасны. А Пригожин слишком демонстративно бросил вызов Путину и его системе, хотя бы и говорил обратное. Все видели в его демарше попытку силового взлома системы и ей аплодировали. Мотивов нести цветы к стихийным вагнеровским мемориалам больше, чем эти три. Потому что в душе каждого человека все они перемешаны в разных пропорциях. И у каждого в этом комплексе есть что-то свое, личное. Ничего хорошего в этом нет. Но в отчаянии вообще ничего хорошего быть не может. А мы видим именно массовую манифестацию отчаяния. Власти России могут припринять какие-то дополнительные меры, чтобы могила Пригожина не превратилась в место народного паломничества, комментирует публицист Марк Фейгин на канале Ходорковский Лайв. Я думаю, что надо ждать, что там это место может через какое-то время вообще быть либо изолировано, либо хуже того, его перенесут куда-нибудь. А потом вообще погубят, чтобы не делать из этого зикурат, не делать место поклонения, понимаете. В Москве бы это точно стало место поклонения. А в Санкт-Передербург, ну, еще доедет там и так далее. Поэтому это сделано специально, чтобы действительно не возбуждать мифа, символа в лице Пригожиной, чтобы туда паломники, значит, не шли тут с иконами живописного Евгения, представившегося сына, обувно представленного. Конечно, да, это с профилактических оперативных целей делалось тихую, это очевидно. Выбран Петербург был тоже по этой причине. Кстати, кто из государственных лиц там был, если это закрытое мероприятие? Никто. Никто не посетил. Ни губернаторов там не было, ни чиновников, ни от Минобороны, наверняка, никого. Никого. Было там какое-то количество родственников, плюс ЧВКшники, какие-то прям близкое окружение. Я думаю, и все. Отпевание, наверное, где-то в церкви недалеко тут писали. Я вот видел в ряде телеграм-каналов. Все очень тихо для того, чтобы, значит, да, не возбуждать настроение, чтобы не дать повода для каких-то там массовых волнений. Это понятно, это вообще все ясно. Но, повторяю, очень важно, что его похоронили в Петербурге на незаметном кладбище, чтобы иметь возможность потом его вообще куда-то еще дальше задвинуть. Знаете, в Тверскую область. Он же родился не в Санкт-Петербурге, не в Ленинграде. Он родился в Тверской области где-то там. Туда отправить и вообще в глушь туда и так далее. Я думаю, ровно для этого делается. В то же время ни настоящие и бывшие вагнеровцы, ни поклонники Игоря Стрелкова не спешат выражать свой протест по отношению к действиям властей, отмечает публицист Михаил Пожарский. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем, кто думает, будто у нас могут быть бунты ветеранов, грозный народный рессентимент и бескомпромиссные русские фрайкоры. Вчера в один день одного потенциального лидера русских фрайкоров в землю закопали, другому срок в СИЗО продлили. Как ветераны, уже бунтуют? Вот вам и фрайкоры. Нет, граждане турбопатриоты, нужно свою родную историю учить, а не всякую там немецкую. У нас после нашей культовой Великой Отечественной войны как было? Ветеранские мемуары на десяток лет под запретом, товарищ Сталин сказал еще рано, ветеранские организации строго под контролем проверенных партийных товарищей. Полстраны ветеранов было, и ничего терпели. А вы тем более потерпите. Круг этих ветеранов не так уж широк, а народ знает только о том, что регулярно показывают по телевизору, где Пригожин не появлялся уже очень давно. Комментирует политолог Федор Крашенинников на канале Вот так. Пропаганда будет молчать. И я вам хочу сказать, что за пределами какого-то небольшого пузыря у раб-патриотов и тех людей, которые непосредственно прошли через Чивакова, а таких людей довольно много, и членов их семей, и очень большого, скажем, эмигрантского, украинского совместного пузыря, в котором каждый чих Пригожин последние два месяца или три месяца обсуждался круглосуточно, для большинства населения России Пригожин как большая фигура давно перестал существовать. О нем довольно давно перестали рассказывать по центральным каналам. Его постепенно убрали из, так сказать, фокуса. Поэтому он очень локально, скажем так, известный персонаж. Да, есть какая-то, очевидно, сплоченная фан-группа, и есть какие-то люди, которые с ним служили и сохранили к нему теплые отношения. Но если учесть, сколько тысяч людей прошло через его структуру, и сколько малочисленные микроскопические эти мемориалы, их на самом деле очень мало, и вокруг них даже на видео видно, что никаких толп не стоит. Серьезно рассказывать о том, что какой-то там культ формируется, я бы не стал. Я думаю, что о нем забудут все нормальные люди, кроме тех, кто непосредственно с ним связан каким-то образом, буквально в считанные недели, а то и месяцы. Сколько было таких героев, с Дэо в кавычках, очень много. Никто их ни о ком не помнит и не вспоминает теплым словом, кроме тех, кому это положено по званию. Поэтому я, честно сказать, предложил бы всем потихонечку забыть про этого человека и не ждать никаких чудес, ни культа его, ни восстания его сторонников, ни вообще ничего не ждать. Этот человек из прошлого, нужно закончиться. Он умер. Все, что от него осталось, это какая-то могилка на закрытом кладбище под Петербургом. Могила Пригожиной действительно выглядит очень скромно. Главным ее украшением стало стихотворение Бродского, отмечает Андрей Мальгин. Композиция на могиле Пригожина. Простой деревянный крест, а также в позолоченной раме стихотворение Иосифа Бродского «Натюрморт». Может, именно попытки властей похоронить Пригожина как можно незаметнее и кончится тем, что его миф будет жить и дальше, как пишет Алексей Яблоков. По нашим данным, Евгений Пригожин не был похоронен ни на одном из упомянутых кладбищ. Место, где он упокоен, постоянно перемещается по России. Одни видели надгробие в районе города Глазов-Другие под Усть-Каменогорском, третьи в Хадыжинске. Одна женщина, собиравшая грибы в Оковском лесу Тверской области, наткнулась на необъятных размеров подберезовик. Также в 17.30 по московскому времени наблюдалось таранное свечение в районе платформы 784-й километр Северокавказской железной дороги, которое заметил машинист-автоматрисы, вышедший за кипятком. С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Израиле под общественным давлением были отменены гастроли Московского театра «Ленком» с его многолетней визитной карточкой спектаклем «Поминальная молитва». Многие считают это правильным. Алекс Беленький. Это яркий пример, как активная позиция граждан приводит к реальным результатам. Десятки интервью и публикаций в ведущих медиа, письма организаторам. Более восьми тысяч голосов петиции. Израильтяне закрывали и будут закрывать сцену пособникам войны. Спектакли театра «Ленком» отменены. Олег Пшеничный. Мои поздравления неравнодушным израильтянам. А то ведь это позорище какое-то. Еще бы театр советской армии пригласили. Эти гастроли могли спонсироваться российским государством, которое напрямую в них заинтересовано. Комментирует израильский журналист Эмиль Шлеймович на канале «Лучшее радио Израиль». Пока еще проверяем эту информацию, но по неофициальным источникам спонсировать визит сюда «Ленкома» должен был департамент правительства Москвы, Сбербанк и еще одна частная фирма. Всегда делаются такие завозы. Мы помним хор турецкого, которого катало российское посольство и организовывало заполнение залов пенсионерами, которым обеспечили подвозку. Мы помним турнир по самбо, который вызвал скандал в Хайфе. Его, по-моему, не отменили только потому, что просто скандал поднялся позже. Выяснили это позднее. Его спонсировала «Роснефть». И, по-моему, там был банк тоже, Сбербанк или ВТБ. Да, это такие акции. На мой взгляд, они имеют две составляющих. То есть одна из них — это представить позицию, что культура выше политики, что, ребят, не обращайте внимания, там где-то кто-то кого-то убивает. Это не наше дело. Вот, давайте театр пойдем посмотрим. И второе — это снова театр известный, театр громкий. Это показать в первую очередь российской аудитории, а во второй — и мировой, что вот Израиль с нами, он принимает нас, мы не в изоляции, как бы постыдная позиция правительства, которая не ограничивает никаким образом такие вещи. Петиция за отмену гастролей возникла в связи с провоенной позицией руководителей театра, напоминает израильтянин Андрей Инпольский. Среди руководства группы несколько фигур, публично поддержавших агрессию России в Украине. Собственно, иначе быть не может. Ленком — государственное учреждение. Зачем в Израиле это, да и любая другая рашидская грязь? Пусть погорелый за театр гастролирует в странах Брикс и Сватини, если там интересно. Российские патриоты в ответ объявили отмену гастролей частью кампании по отмене русской и даже еврейской культуры. Андрей Перло. Интеллигенты в Израиле радуются. Отменили там у себя гастроли Московского театра Ленком. Протестовали и отменили во славу Украины. А театр собирался привести показывать поминальную молитву, то есть тевье молочника. Что же отменили русскоязычные граждане Израиля? Получается самих себя и собственную культуру. Это ведь культура советских демократических евреев. Этот вот спектакль по пьесе Горина, по тексту «Шалом Алейхима». А без этой культуры что же у них останется? Ничего и не останется их самих. Растворяться. Израильтяне отвечают, что дело не в спектакле. Давид Ильницкий. Увидеть спектакль гениального Горина «Напоминальная молитва» было бы счастьем, но только не с актерами-фашистами. Журналист Сергей Пархоменко на канале «Живый гвоздь» видит кощунство уже в том, что нынешние трупы Ленкома ставят этот конкретный спектакль. Я знаю, что спектакли бывают разные. Вот бывают такие спектакли, которые представляют из себя технологический, так сказать, процесс. Это такое цирковое представление. Не хочу ничего плохого сказать про цирк. Бывают другие спектакли, у которых есть глубокий и важный смысл, которые повествуют о каких-то невероятно тонких и в то же время общих вещах, о ценности человеческой жизни, о том, что человеческая судьба очень хрупкая, о том, что люди сложные, страдающие существа, и что они должны пытаться доставлять друг другу как можно меньше страданий, пытаться защищать друг друга и помогать друг другу, даже когда, казалось бы, у них ничего нет, когда у них есть только узелок, который висит, так сказать, на плече, и на них стоптаны башмаки, и, в общем-то, кто ты такой. Но оказывается, что один человек может помочь жить другому человеку и защитить его от несчастья, которые его окружают тогда. Это очень важная вещь. О том, как люди должны беречь друг друга. Вот, собственно, первоначальное произведение Теви Молочник Шоуна Лейхима, пьеса Горина, написанная по мотивам этого, и первоначальный спектакль Захарова, поставленный много-много лет тому назад, в начале 90-х годов или даже в конце 80-х, с потрясающими актерами, с участием великолепного театрального художника и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, люди, которые хотят, чтобы больше убивали на войне, люди, которые поддерживают агрессию, которые помогают агрессии словами, делами, деньгами, чем могут? Для того, чтобы российская армия убивала больше людей в Украине. Для того, чтобы российская армия разрушала больше городов и деревень в Украине. Для того, чтобы российский диктатор разрушал больше человеческих судеб. Такие люди есть. Мы про это знаем. Мы не можем от этого отмахиваться и на это зажмуриваться. Эти люди вот так считают. Некоторое, большинство, как я думаю, со страху, они задурены, испуганы, измучены. Им кажется, что они так спрячутся и что это их таким образом не коснется. А есть какие-то, у которых в голове безумные идеи. Так вот, эти люди не должны играть в такой спектакль. Это все. Они не должны своим ртом произносить эти слова. Они не должны надевать эти костюмы, ходить в этих мизансценах. Вечером 29 августа правительственная российская газета опубликовала открытое письмо у коллектива Театра Ленком в связи с отменой гастролей. И это, конечно, выдающийся текст. Вот небольшая цитата. Корчащиеся в бессильной злобе израильские Иваны, не помнящие родства, изображающие победное ликование, всего лишь вновь продемонстрировали неприглядный вид защитников Украины, сыто сидящих на государственных шеях различных стран. Тех самых патриотов, что убежали из ставшей вдруг любимой Украины. С антисемитскими русофобскими шествиями и лозунгами, открытыми маршами в честь Бандеры, и дивизия СС Галичина с ее ярыми национал-фашистскими выступлениями ведущих политиков, героизацией нацизма и открытой многолетней войной против русских на Донбассе. Подобная наивная слепота уже привела к Холокосту и Второй мировой войне. Письмо вызвало в соцсетях волну насмешек. Виктор Буравлев. Какой стиль! Настоящая классика советского агитпропа. Прямо ностальгия. Странно, что обошлось без хрюкающих подсвинков. Зато израильские Иваны, конечно, хороши. После этого письма театр имени Марка Захарова надо переименовать в театр имени Марии Захаровой, пишет Николай Подсокорский. А Михаил Шевелев предлагает сделать из письма пьесу. Письмо Ленкома произвело на всех такое впечатление, что если они его станут со сцены за деньги читать, то правнуков обеспечат. Если театр ДОК поставит пьесу о процессе создания этого документа, можно прогнозировать тот же результат. Многим это письмо напомнило творчество автора одного из популярных телеграм-каналов. Екатерина Барабаш. Остается только понять, Медведев пишет тексты Варшаверу или Варшавер Медведеву. Именно директор театра Марк Варшавер и в ответе за все, что сейчас происходит с Ленкомом, комментирует театральный критик Ксения Ларина. В стриме с Евгением Киселевым на своем канале. Подлый, подлейший директор Марк Варшавер, который ныне и рулит этим театром. Это человек системы, это такой он при этом бизнесмен, он знает, что делает. Без его вета не принималось ни одно решение еще при жизни Марка Захарова последнее время. Он определял, что ставить, что не ставить, кого звать, с кем расставаться. Это вот то, что я могу вам сказать. Печальное зрелище. Он заданутый, естественно, на всю голову этот Варшавер. Поэтому сегодня, конечно же, да, это такой театр. Мне очень жалко людей, которые там по-прежнему работают, там есть приличные люди, которые, конечно же, не то, что не подписывали никаких писем, я думаю, что никто их не подписывал. Это Варшавер написал коллектив театра Ленком. Но другое, просто никто вопросов не задает, с этим соглашаются. Ну, а что касается самых таких ярких личностей этого театра сегодня, к сожалению, да, большинство так называемых звезд, хотя какие там звезды после Янковского и Абдулова. Прежний Ленком ушел навсегда, пишет Марьяна Геллер. Я понимаю, что многие помнят тот Ленком, в котором блистали Янковский, Абдулов, Пельцер, Леонов. Того театра давно нет. И даже сам Захаров в последние годы горячо поддерживал Путина и его политику по Украине, чем лично для меня испортил свой некролог. Сегодня Ленком это театр певцова с православием, головного мозга, Леонова сына, собирающего и дарящего преступной армии автомобили, это страдающий в госпиталях Железняк, продавшийся Лазарев-младший и Варшавер. Я не хочу разбираться, кто из них за, а кто тихо молчит. Для меня весь этот театр заслуживает бойкота. Трансформация театра началась давно и сейчас окончательно завершилась, пишут комментаторы. Кирилл Ляц. Удивительное падение Ленкома от самого передового театра до самого отменяемого из Иганутова. Виктор Шендерович. Театр Ленком умер давным-давно, еще при жизни его создателя. И это вполне нормально. Театры не живут по полвека. Жизнь их короче собачьей. Новые времена приносят с собой другой язык и другие темы. И вот былой бунтарь ты уже классик, но критики в неловкости отводят глаза после твоих премьер. С вами была Аля Пономарева и Цитаты Свободы. В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»